Создателями, компанией. Ну что, вот абсолютно бесшумно. Давайте, знаете как, вот так вот, вот сюда поближе, вот сюда поближе, и ёлочкой вот так вот их ставим, чтобы нашим зрителям было удобно посмотреть. Девчонки уже освоили электрическую технику. Ёлочкой, ёлочкой. Вот эта штука мне больше всего нравится. Вот на ней по горам, мне кажется, казаться. Это не вопрос. Да, дорогие друзья, компания Электрон Моторс. Всем привет, я зовут Евгений, вот, я основатель компании Электрон Моторс, и мы занимаемся, у нас фокус прямо на электромотоциклы, мы официальный дистрибьютор Ольтер Тимбот, вот, официально возим их сюда, в Россию. Также Супер Сока занимаемся, это европейский бренд, который поставляется в том числе теперь и в Россию. Вот, мы как продаём в розницу, так и продаём оптом, ищем постоянно партнёров по всей России. У нас самые лучшие цены гарантированы, вот, если у кого-то ниже, всё равно будет лучше у нас. И самые лучшие цены в розницу, в том числе с гарантией, со всеми условиями, которые необходимы для обычных клиентов. Отлично! Ну что ж, давайте начнём обзор, я так понимаю, с трассового электробайка, который всем своим внешним видом и задним колесом говорит о том, что он фырит, наверное, за 150 точно. Нет, кстати, это прям ровно городская версия, где он едет где-то 120 максимальная скорость, у него 5-киловаттный мотор и моно-маятник. Тут клёвая фишка, моно-маятник, с одной стороны у нас диск, а с той стороны, соответственно, маятник и мотор-колесо находятся прямо внутри. Очень интересная конструкция, я её как-то наблюдал уже на некоторой технике. Кто будет интересным, вот с другой стороны, давайте его выкатим на середину, чтобы его можно было... Да, вот сюда. И как раз моно-маятникам поставим к зрителям, чтобы они понимали, о чём идёт речь, потому что у нас столько разных слов. Да, просто выкатывай его. И разворачивай, чтобы было видно. Стоп! Всё. Я уже снял обзор. Итак, зрители, вы видите теперь, о чём идёт речь? То есть, моно-маятник – это крепление колеса с одной стороны, а с левой стороны такое ощущение, что это автомобиль, да, как будто? Да, да, это автомобиль. Скажите, преимущество этого моно-маятника в чём? Бонг. А? Этой красоты – это просто бонг. Никаких преимуществ технических у него нет. Нет, ну, как бы, я думаю, снижение веса – раз. Нет, нет, нет. Нет? Нет. Ну, то есть, обычный маятник весит меньше, чем такой. Это сделано для красоты реально. То есть, вот эта версия байка, она сделана для красоты, для города. Отлично. Мои, да. И, смотрите, просто если коротко сказать, здесь 5 кВт, 90 Ач. Мотор-колесо. Да, я снял на него обзор в Ютубе «Электрон Моторс». Подписывайтесь, смотрите, скоро он выйдет в ближайшее время. Осталось только озвучку сделать. И 5-киловатный мотор, 90 Ач, идеально подходит для города. И цена у него в районе 300 с копейками, достаточно приемлемая. Вот. Этой скорости прям реально достаточно, чтобы по городу и по трёшке, и по МКАДу можно было проехать. Хотя по МКАДу на самом деле нельзя. Абсолютно. Так, вопрос такой. Вот у нас топливный бак. Это нам пришло из истории электроманового строения. Что в нем находится? Ничего, провода. И зарядное устройство, наверное, да? Нет, зарядное устройство там не находится. Кстати, его туда можно поставить. Отлично. Что касаемо, когда мы ставим его на учёт, он требует регистрацию? Ну, есть такая штука, как аналогация. То есть по документам он идёт 3 киловатта, а потом его как бы разчипуют, и он едет так, как должен ехать 5-киловаттный двигатель. Нет, его не нужно регистрировать, он идёт как мопед, на него нужны права категории М или Б, Б подразумевает категорию М, и можно свободно использовать кататься. Не нужно ставить на учёт, не нужно получать номера, и можно использовать по дорогам общего пользования. Отлично. Ну что, переходим к следующей модели, которая прям чётко мне заходит для туризма и покатушек по горам. Я так вижу, это кроссовая вещь с хорошими ходами подвески. Можем её, да, выкатить. Да, ровненько вот так выкатываете. Кому нравится внешний вид данного электромотоцикла? Пожалуйста, аплодисменты. Йоу, вообще зачёт, зачёт вообще. Погнали, технические характеристики. Так, это софт эндуро, 5-киловаттный двигатель в номинале, в пике 10. Кстати, потом появятся версии 10-киловаттные. Батарея 64 ампера, 72 вольта. Максимальная скорость 100 км в час. Есть вариации на лотардовских колёсах, чтобы использовать его по городу. То есть его основное преимущество тем, что он универсальный. То есть можно поставить его на дорожные колёса, использовать в городе, забрать на дачу и гонять на нём на таких колёсах. По ощущениям, это серийно производимая машина, да? Да, конечно. То есть я являюсь дистрибьютором этой фабрики, полоциальной в России. Если написать на фабрику, они отправят ко мне. Это китайская, германская компания. Фабрика находится в Китае. Здесь аккумуляторы идут Samsung. Они абсолютно серийные. Байки очень качественные. Наш сервис очень доволен этими байками, потому что здесь всё сделано серийно, очень понятно и просто. Сколько времени вы их уже продаёте? Ну, уже есть понимание, кто купил, и там несколько тысяч пробега? Да, конечно. Но за год там многие накатали больше трёх тысяч. И я думаю, не по ровным асфальтному дорогу. Ну, там нет. Первые покупатели были вообще... То есть изначально продавалось только на такой резине, и все первые покупатели были в основном охотники. То есть у нас прям почему-то любят эти байки-охотники. Они их берут, чтобы без шума добираться от этого места, где нужно поохотиться, не испугнуть дичь. И рыбалку в том числе и... Они испугнут дичь. Вот напоминаю, что заповедники и все наши экологически чистые места сейчас очень обращают внимание на технику, которая не вредит экологии и не шумит. И вот в Кавказском национальном заповеднике сейчас идёт речь о том, что лесники и охотхозяйство переходят на электробайки, электроквадроциклы, потому что, как бы, ну, само собой разумеющийся. Друзья, ваши аплодисменты такому кроссовому мотику. Ставим его дальше в модельный ряд аккуратно. И выкатываем под музыку что, какую технику. Что-то молодёжное, да? По дизайну это прям молодёжное. Да, это суперсок ATC Max в стиле кафе-рейсер он сделан. Чисто городской крутой байк. Он, правда, здесь немножко доработанный, внешне там, не только. В целом он выглядит так же в стоке. Крутой городской байк. 3,5 киловатта номинальная, мощность пиковая 5 киловатт. 42 ампер часа батарея, быстрая зарядка 4 часа. И это суперсерийное производство. Они делают, наверное, несколько тысяч в год. Это в Европе. Если вы будете, вы встретите обязательно эти мотоциклы. Это их огромное там количество. Все студенты на них гоняют. Мы начинали заниматься этим байком. Начинали с этого бизнеса, связанный с электромотоциклами. И это реально крутые штуки. У нас здесь огромное количество наших клиентов. Там находятся, которые приехали на этих мотоциклах. Можете лично подойти, пообщаться и узнать, как им эти мотоциклы, как они по качеству. Все уже тоже делают доработки. И это крутая штука. Мы тоже их продаем и в оптом, и в розницу. И обязательно обращайтесь к нам. По этому вопросу мы детально поговорим. Значит, технический вопрос. Смотрите. Нету цепи. Вот здесь у нас стоит ремень, как на клубонах в двигателях. Ременная передача. Да. Почему? Звук. Звук. Чтобы быть суперкомфортным, качественным и удобным. И из-за этого здесь стоит ремень. Соответственно, абсолютно беззвучный. Если на нем едешь, никакого звука нет, в отличие от Тинбота. Но Тинбот вышел тоже на ремне. И для тех, кто берет Тинботы до города и хочет Энгуры, конечно, нет. Кому подходит он на ремне. Есть один технический нюанс. Значит, с точки зрения эксплуатации, если в цепь попадает песок, а, как правило, на таких байках любят погонять по песку, то она быстро выходит из строя. Ну, вообще, цепная. Ременная передача, в принципе, не сильно боится песка. Там есть невеликое количество. И она абсолютно не боится продувки и промывки водой. То есть ремень можно отдать водой, как бы смыть с него песок и поехал дальше. С цепью это не получится, потому что он там останется, нужно чистить и так далее. Хорошо. Скажите, такая вещь. Когда идет дождь, град, ливень, наши мотоциклисты едут. Насколько у него защищена монитор и все пульты управления, включая ключ за сжигание от воды? Можно кого-нибудь из наших клиентов, кто на Суперсоко принял? Так. С удовольствием предоставляем слово клиенту, который катается ради техники. Да, я владелец Суперсока с мая месяца этого года. Ездил в Ливень и в грязи. Кто хочет посмотреть сейчас актуальное состояние моего мотоцикла. Он весь грязный. Вот, все прекрасно, все замечательно. А он здесь? Да, здесь. Слушайте, мы вас сейчас поговорим и попросим выехать, потому что очень интересно посмотреть не машину с подиума, а машину как бы с реальной эксплуатации. Ну, расскажите ваше ощущение, вот первый день, когда вы начали ездить. Первое впечатление, конечно же, это необычное. То есть нет переключения передач, стабильный рапорт скорости. Это совершенно другие ощущения, в отличие от мотоцикла на ДВС. Как окружающие реагируют на ваше ускорение? Ну, знаете, на самом деле сейчас это достаточно популярная тема. Редко кто сейчас удивляется двигателю, то есть электродвигателю. Мотоциклу. И ускорению. И ускорению, да. В принципе, когда люди просто прохожие, они удивляются только тому, что нету смысла. А что это такое? А что это такое? То есть, что за вопрос? Они, у них самый первый вопрос, это что за мотоцикл? То есть, это, ну, то есть не электрический, нет понимания, что это электрический мотоцикл, потому что выглядит он как обычный. Да? Да. Просто вопрос в голове. Сходит. Ваше мнение как пользователя? Сейчас на два лагеря разделились. Есть лагерь, который считает, что нужно обязательно устанавливать имитацию звука. И как бы лагерь, который говорит, что нет, эта техника тихая, пускай так она и остается. Ваше мнение? Это сугубо лично, то есть, субъективно, по мне так лучше, конечно, ехать с комфортом и в тишине. Ну, с другой стороны. Да. С другой стороны, безопасность. Достаточно важно, когда тебя слышат. Да, я уже, в принципе, имею опыт езды по обычным трассам, да, то есть, между рядов, как все люди, циклисты. В целом, как сказать, редко, когда замечают, но когда замечают, уступают. То есть, все-таки люди смотрят в зеркало. Да, я понял. Ну что, очень большая благодарность и прям прямое понимание, что пользователи электрического транспорта ими очень довольны. Я тогда привезу. Так, следующая техника. Мы готовимся. Спасибо большое. Благодарим. Да, надпись на майке прям такая, очень прям. С обратной стороны, продолжение. Я сейчас пойду почитаю. Спереди написано. Я, сзади пригласить на тест-драйв. Великолепно. Великолепно. Ну что, поговорим об этой технике. Так, это младший брат предыдущего мотоцикла, который мы сейчас видели. А он первый появился. Отличается тем, что здесь полтора киловатта и мотор-колесо. Он стоит почти на 30, примерно на 30 процентов дешевле, чем старший брат TC Max. Назвивается он Суперсок ATC. Полтора киловатта, 31 часов, 64 вольта. Ну ладно. Короче. Полтора киловатта, мотор меньше, мотор-колесо, плюсы его по сравнению с тем мотоциклом, тем, что он, первое, дешевле. Второе, мотор-колесо, ну, можно, наверное, отнести к более надежным и простым устройствам. Ротор, статор, и все. Так, мотор-колесо. Да, и мотор-колесо обязательно обозначить надо, что оно бошевское. Реально бошевское. И ни одного не сломалось из более сотни мотоциклов, которые я продал в Москве, в России. Давайте заострим немножко внимания на эту тему. Смотрите, какая дилемма. Мы все время в электротранспорте решаем, кто главный. Зарядная инфраструктура или электротранспорт. И еще есть одна дилемма. Кто лучше, мотор-колесо, либо мотор с центральным расположением. Слушай, вот в данных условиях этот байк едет где-то 75 км в час на максимальной скорости. На такой скорости мотор-колесо шикарный, идеально, удобный и экономичный, не знаю, просто. Если байки мощнее, то нужен центральный двигатель, потому что это большая скорость. Нужна развесовка правильная, прохождение в поворотах, центробежная сила здесь у мотора-колеса сильная. И, соответственно, это мое мнение. Мнение, я его поддерживаю. То есть мотор-колесо работает как гироскоп практически. То есть, кто знает, ну это стабилизатор, это электрический стабилизатор. И даже у японцев у них есть модели электроскультеров, электромотоциклов, у которого нету подножки. То есть вы когда подъезжаете, вы с него сходите, а он остается стоять ровно, потому что у него гироскоп. Вот в движении, в принципе, да, это гироскоп. Значит, что вот эта плещица у нас здесь? Тормозная жидкость. Тормозная жидкость, она говорит о том, что у нас гидравлические тормоза, дисковые, с охлаждением, то есть все в порядке. И вообще на электротранспорте, я считаю, по умолчанию должна быть гидравлика, потому что механика точно не справляется. Конечно. Итак, выстраиваемся в ряд для... Ну, вас учите, прошу, Электрон Моторс выстраиваемся здесь и на подиум, поднимаемся, друзья, аплодисменты. Саш, и наш замечательный клиент, пожалуйста. Пожалуйста. Электрон Моторс, ваши аплодисменты, друзья. Потрясающие музыки. Супер. И на подиум, вставайте, друзья. К вашему улыбаемся. Спасибо. Электрон Моторс, спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok